Вечная проблема любого садовода-огородника. Посадил? А что посадил? Забыл. Кто-то полагается на свою память, кто-то более организованно делает записи, пометки, схемы, целые чертежи. Но вы сами знаете, когда наступает сезон, то за целым морем хлопот, работ, посадок, посевов что-нибудь да забудешь. Сама сталкивалась с тем, что посеяв тот или иной сорт или посеяв что-то на грядку, я полагаюсь на свою память и, как оказывается, зря. И чтобы решить эту проблему, навести порядок и на грядках, и в своей памяти, есть такая классная вещь, как бирки. За много лет работы я перепробовала самые разные способы обозначения посевов и сегодня хочу поделиться с вами своим опытом. Итак, первое. Это картонные бирки. Самые простые в изготовлении, но самые ненадежные. Можно сказать временные, но зная, что нет ничего более постоянного, чем временные, я вам не советую ими пользоваться. Потому что вечно забываем потом переписать, они портятся, они гниют, они рассыпаются, и мы опять не помним, что же за сорт мы посадили. Второй номер и, пожалуй, самый распространенный в моей практике, это пластик. Пластиковые этикетки. Кстати, главное условие этикеток, хороших бирок, это то, что они должны быть яркими, заметными и долговечными, хотя бы на один сезон. Так вот, пластик как раз отвечает этому требованию. Я использую обычно листовой пластик. Это может быть, кстати, стаканчик, это может быть контейнер. Главное, что он должен быть непрозрачным, желательно белым. У меня вот есть листовой такой пластик, отходы производства, который нарезаю на полосочки длиной 6-7 сантиметров, ну и толщиной сантиметр-полтора. Можно шире. Обязательно заостряю кончик, срезаю на угол. И вот, пожалуйста, готовая этикетка. Она хорошо вставляется в почву, хорошо держится. Писать на ней можно как маркером, желательно тонким, перманентным, так и мягким карандашом. Такие этикетки прекрасно подходят как для этикетирования высеянных семян, так и для обозначения посевов на грядках. Но замечено, что некоторые маркеры, несмотря на то, что рекламируют их как перманентные, светоостойкие, прекрасно смываются, стираются, выгорают, а сами этикетки служат ровно год. Третий номер в моей практике – это металлические этикетки. Считайте вечные. Всем известные баночки из-под пива, из-под газированных напитков прекрасно превращаются легким движением хороших ножниц на узенькие полосочки. Отрезаем донышко, отрезаем вверх и распускаем боковинку на полоски нужной ширины. Но писать на них придется особым способом. Ни карандаш, ни ручка на них не держатся. Они скользкие, они гладкие. И здесь помогает выдавливание текста. Но это практически вечные этикетки. Пока алюминий не рассыпется, они будут работать. Из минусов. Текст плохо заметен. Да и сами этикетки, будучи вставлены в почву, не всегда попадаются на глаза. Но если уж вы сделали, если уж вы поставили эту этикетку или повесили на дерево, то это будет работать годы, годы и годы. Кстати, именно алюминиевые вот такие этикетки я чаще всего использую для обозначения деревьев, саженцев, которые сажаю в саду. Пробивается небольшая дырочка дыроколом. Металлическая проволока свободно цепляется на ветку дерева, и она будет висеть, как сережка, годами. А уж вы гарантированно не забудете, что же посадили на этом месте. Четвертый вариант. Это самый экологически чистый. И если честно, в последнее время я склоняюсь именно к нему. Деревянный. Это палочка от мороженого. Или это может быть палочка, которой мы помешиваем чай либо кофе. Абсолютно экологически чистая. Не загрязняет природу, в отличие от пластика или металла. Писать на них можно и ручкой, и карандашом, и фломастером. Единственный минус, они малозаметны на грядке, но прекрасно выполняют свою функцию в горшочке с рассадой. И более того, эти этикеточки, эти бирочки я часто оставляю уже после высадки на грядку там, где сидела морковка, лук, свекла и так далее. Для чего? Придя в сад весной, я сразу вижу, что у меня росло на этой грядке, и как правильно составить севооборот, соблюдая принцип предшественников. Потому что не всегда успеваю даже записать, где у меня что было, где росло, составить схему. А так я вижу сразу же. И оставленная этикетка на грядке, она со временем очень быстро, кстати, разрушается. Ну и наконец, для себя я открыла еще один, тоже временный способ. Это пластиковые полиэтиленовые ленточки, обычно из подмолочных пакетов. На них тоже можно хорошо писать, но очень легко стирается. Как временный вариант для обозначения отдельных растений, которые вы хотите выделить, допустим, на семена, для размножения или пометить ценный сорт, который вот у вас вырос, можно использовать. Но гораздо более удобнее применять для обозначения отдельных вот таких выдающихся растений или многолетних цветов, особенно луковичных, посаженных в какие-то композиции, чтобы сорта не перепутать, полоски из искусственной синтетической ткани. Лучше всего подходит плотный полиэстер. Нарезаю их на вот такие ленточки длиной 15-20 сантиметров и подписываю маркером, либо ручкой, либо мягким карандашом, какой же конкретно сорт у меня здесь растет. И затем завязываю на основании, если это гладиолус, корневой шейки. Если это пион, то тоже такое место, где оно не будет мешать. И главное, не затягивайте сильно, чтобы не пережимало. Так вот, эти галстучки, как я их называю, прекрасно держатся весь сезон, сохраняют надписи, не вытираются, не вымываются, только минус, немножко пачкаются. Но это все исправимо. Уже в прошлом году я при помощи вот таких ярких галстучков расписала всю свою коллекцию гладиолусов. Она росла в перемешку. Но благодаря вот этим надписям, вот этим галстукам, я каждый сорт выкопала отдельно, вместе с галстуком и положила на хранение. Точно так же можно помечать любые многолетники, которые мы время от времени выкапываем, чтобы не потерять, какой же именно сорт у нас здесь растет. Потому что вот с такими этикетками, которыми я пыталась обозначать свои тюльпаны, гладиолусы, нарциссы, была проблема. Я ее поставила, а при прополке, либо рыхлении, нечаянно тяпкой выбила, и все, она улетела. Потом смотришь на эту россыпь этикеток и соображаешь, а чья это? С галстучками у гладиолусов номер не прошел. Все были со своими собственными галстуками. Вот такие вот способы помогают мне хорошо обозначить все свои посевы, всю свою рассаду не перепутать и в дальнейшем отслеживать, как тот или иной сорт-гибрид ведет себя в теплице, на улице и так далее. А чтобы в этом себе помочь, на каждой этикетке при посеве семян я указываю не только культуру и сорт, но и дату посева, а также дату пикировки, если этикетка, особенно если мы возьмем побольше, дату пикировки и высадки в открытый грунт. Это помогает анализировать потом, как тот или иной сорт-гибрид ведет себя, стоит его растить, не стоит и так далее. А сейчас хочу познакомить вас с опытом наших зрителей. Самые лучшие бирки из старых пластиковых жалюзи. Уже готовые ленты подходящей ширины нарезаю наискосок и пишу карандашом. Хорошая идея. А мне нравится делать бирки из пластиковых уголков для окон. Продаются они почти во всех крупных магазинах. Пластик плотный, но хорошо режется ножницами. Еще один зритель делает бирки из пластиковых палочек для кофе и строительного скотча. Как флажок получается. И прекрасно подписывается простым карандашом. Мы немножко модифицировали. Вместо пластиковых палочек мы взяли бамбуковые шпажки и зубочистки. Выглядят весьма презентабельно и оригинально. И гораздо экологичнее. Для этикеток беру остатки сайдинга. Также можно использовать бутылки из-под шампуни. Не прозрачных, а лучше белых. Форму можно вырезать какую хочешь. Еще один зритель использует для обозначения рядков после посева палочки из-под роллов. Ну и наконец, очень важный совет. Надписи удобнее всего делать черным косметическим карандашом. Ведь повторюсь, даже самый светостойкий маркер, который мне удавалось купить, на солнышке рано или поздно выгорает. Про карандаши для бровей я такого не слышала. Никто не жаловался. Кстати, еще очень распространенный совет, и наши зрители тоже советуют, использовать в качестве этикеток пластиковые одноразовые ложки и ножики. Прекрасная ножка, заметная. Табличка, на которой можно написать и название сорта, и дату посадки с двух сторон. Кстати, большой ассортимент семян, саженцев, препаратов для защиты, биопрепаратов можно сейчас приобрести и в нашем интернет-магазине «Процветок». Процветания и вам! Редактор субтитров А.Семкин